Сиротство Сиротство огромным шрамом обезобразило лицо человечества. 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 Чьи же вы, дети-сироты? Сиротство огромным шрамом обезобразило лицо человечества. Статистические данные заставляются дрогнуться. На данное время в Украине более 100 тысяч детей-сирот. Это число превышает показатели лишенных родительской опеки во время Второй мировой войны. Дети-сироты, выходя из интернатов, в большинстве случаев становятся на тропу, ведущую в уголовный мир, наркоманию и проституцию. Подавляющее количество подростков заканчивают жизнь самоубийством. Многие попадают за решетку, и только малому проценту из них удается выжить. Возможно, даже создать семью и прожить достойную жизнь вопреки своему прошлому. Но таких случаев единицы. А чьи же они, эти дети-сироты? Долгое время Александр Федорчук задавал этот вопрос Богу. И вот однажды Бог проговорил, ты позаботься о них. Тогда это казалось нереальным, невозможным. Но когда пришло время, Господь вновь подсказал, я отец-сирот, они дороги мне, а ты пойди и расскажи им об этом. Так под покровом миссии «Угол» родилось служение Агапе, целью которого является качественная подготовка христианских учителей для работы с детьми-сиротами в интернатах. Особенность служения состоит в том, чтобы каждый ребенок узнал лично Иисуса. Для этого были разработаны специальные уроки христианской этики. Используя все возможные методы работы с детьми, учителя посвящают себя этой нелегкой работе с сиротами. К ним нужен особый подход. Это особые дети. Ведь все они пережили трагедию своей жизни, которая в какой-то мере их сломала. И вследствие этого они отстают в развитии от своих сверстников на несколько лет. У каждого ребенка своя боль. Но он говорит о ней, хотя очень больно касаться раны. Леш, а расскажи, где твои родители и почему они не живут с вами? Мать умерла, попала в автокатастрофу уже давно. Потом отец умер, он пил. Мама плохой образ жизни ведет. Она уйдает. Мы с мамой сейчас не общаемся, можно так сказать. Отец у меня умер, мама вела гулящую жизнь. У нее не было таких вот... Не могла содержать семью. Ее привели к суду. Ее не лишили родительских прав, просто нас забрали от нее. Мне просто хочется мать увидеть. Ну, сестра каже, мать, прийти, хотя бы до своего сына увидеть, а мать не хочет. Я была еще, мне 8 лет было. Я у 6 лет. Меня сбивала мать. Я не могла быть с семьей. И мы втекали из дома. Мы втекали, потому что она нас сбила. Она скакалку сбила. А потом меня забрали из ее соседей. И она нас сбросила в больницу. У меня чем меньше сестричка есть. Она была в детском доме. А потом я ее забрала. Другая семья. Она сейчас... Мы не знаем, где она... Моя учителька искала Ольгу Васильевну. Ее по документам. Но не нашли. Ее не нашли в детском доме. То, что она была. Мы ей отсылали письмо. А пришел ответ письма, что ее нет. Ее в детском доме, что ее другая семья забрала. Ну, мы не знаем, куда. Ольга Васильевна старалась найти, но не нашли. Мы ее так. А, Миш, ты помнишь своих родителей, свою семью? Помню. Мама пила и батюшка. Они потом... Батюшка помер, мать. Потом они сюда, в школу, интернат перебрали. Мама с папой в разводе. Живут мама в Севастополе, папа в Сокополе. С другой семьей. Мама с папой в Сокополе, папа в Сокополе. Грех родителей уже успел нарисовать.